Есть в России депутатская забава – Путина восхвалять. Вот на недавнем заседании спикер парламента Володин заявил, что глава Кремля еще 20 лет назад первым создал политические партии в стране. Это не первое его комплементарное заявление о президенте. Накануне он же заявлял, что Путин – это Россия, и без Владимира Владимировича не станет в России как государство. Если это утверждение можно списать на некий патриотизм, то заявление с партиями – это преднамеренное переписывание истории. Ведь фундамент для первых партий был создан еще до Путина, а именно во времена правления Михаила Горбачева, который подписал закон об общественных объединениях еще в 1990 году. В следующем году была создана Социал-демократическая партия России. Еще немного позже никому тогда неизвестный Владимир Жириновский создал прототип сегодняшней ЛДПР. И после Жириновского было создано много партий, но Владимир Путин к этому не имел никакого отношения. Ведь тогда он занимал пост советника председателя Ленинградского горсовета. Известный актер Михаил Боярский также придерживается версии, что Путин – основатель всей политической жизни в России. Об этом он заявлял на одном из интервью. Но писатель Александр Ольбек пошел еще дальше. В романе «Президент» Путин вместе с отрядом спецназа стремится ликвидировать боевиков. Он убрал многих. Сам был ранен, но почему-то решил не покончить с Шамилем Басаевым. По словам Ольбека, именно личное участие в разгроме террористов помешало Владимиру Владимировичу вовремя встретиться с родственниками моряков, пострадавших на подводной лодке «Курск». Во время бега по горам с автоматом и последующего лечения прошло полных 10 дней. Столь гуманное отношение к фактически ликвидированному впоследствии террористу вызвало недоумение. Ольбек, в отличие от Боярского и Володина, не входил в число приближенных к престолу. Впрочем, таким будущим путинским прославителям, наверное, повезет больше. Агитпроп действующей власти и ее слуг раз за разом создает такие образы, что кажется, будто это Путин и его приближенные выиграли Великую Отечественную войну. На предвыборных плакатах Единая Россия приписывает свой символизм танкам Т-34 или «Дороги жизни через ладогу в Ленинград», которую блокировали немцы и финны. Во время реконструкции парада 7 ноября 1941 года в Москве российское военно-историческое общество бывшего министра культуры Владимира Мединского вместо красных звезд рисует двух главах орлов на броневиках и «Катюше». В фильме «Панфилова 28 человек», спонсируемом Министерством культуры, Советский Союз ни разу не упоминается. Герои говорят, что теперь воюют за Россию, и если немцы дойдут до Казахстана, они будут защищать и его. Получается, что Гитлер вторгся не в Советский Союз, а в ДКБ, куда Россия и Казахстан входят как суверенные государства. Еще немного и в другом патриотическом боевике солдат, похожий на Путина, метким выстрелом подобьет вражеский тигр.